ТЕРИТОРИЯ МАШИН Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о плате за адреналин и белорусском электромобиле. Германия – страна богатая. Локомотив всей экономики Евросоюза. Но даже немцам нужны деньги, ведь красиво жить хочется всем. Все мы знаем, что Германия еще и страна автобанов, на многих из которых нет ограничения скорости. Особенно любят автобаны жители соседних государств, где действуют большие штрафы за превышение скорости. Приятно же после нудных передвижений по правилам и нормам положить стрелку спидометра. И адреналин поднять, и самооценку, а заодно и возможности автомобиля оценить. Абсолютно бесплатный аттракцион для взрослых мальчиков. Вот и призадумались власти некоторых земель, почему бы это развлечение не монетизировать. Думали недолго и вышли с инициативой в Бундестаг, где попросили ввести для иностранцев плату за пользование автобанами. В зависимости от количества дней стоимость проезда может составлять от 5 до 15 евро. Можно даже годовой абонемент купить. Практика взимания платы за использование дорог есть во многих странах Европы. Например, в Австрии и Швейцарии. Иностранцам необходима так называемая виньетка, которая наклеивается на лобовое стекло. Стоит она порядка 8 евро. А вот если ее не купить, штраф может составить до 175 евро. Немцы же пока хотят ограничиться скоростными трассами. Но если им понравится, может и до второстепенных дорог дойдут. Электромобили не дают покоя никому. Каждый день мы слышим новости, что очередной производитель представил свою версию машины на батарейках. Тем удивительнее новость, что к разработке электромобиля приступили в Белоруссии. В соседней стране есть компания Белджи, которая занимается производством и продажей автомобилей китайской марки Джили. Вот и решили белорусы взять готовые кузова и объединить их с электрической силовой установкой. Материальная часть уже проходит испытания, а ходовые экземпляры должны появиться уже летом. Белоруссия – вторая страна СНГ, которая приступила к разработке собственной электромобиля. А вообще, рынок подобных машин у нас очень маленький. За прошлый год в России было продано всего 83 экземпляра, подавляющее большинство из которых – пафосная и дорогущая Тесла. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться.